Друзья, сегодня мы приготовим с вами карбонат горячего копчения. В обычной кастрюле, на обычной плите, без специального коптильного оборудования. Карбонат получается очень сочный и вкусный, идеально сбалансированный по соли. Солить мясо я буду мокрым посолом. Для посола я буду использовать только крупную морскую соль и сахар. Можно использовать и обычную крупную поваренную соль. Морскую соль я использую только потому, что на мой взгляд она имеет более интенсивный вкус за счет того, что помимо натрия и хлора содержат и другие минералы, в том числе магний, кальций и калий. Рассол готовим из расчета общего веса мяса и воды. На 1 килограмм общего веса мяса и воды мы берем 26 грамм соли и 5 грамм сахара. Воды рекомендую вам брать не менее чем в соотношении 1 к 1. Можно брать воды и больше, но не меньше чем вес мяса. У меня общий вес мяса и воды получился 2 килограмма, поэтому количество всех ингредиентов я умножаю на 2. Мне необходимо 52 грамма соли и 10 грамм сахара. Засыпаем смесь соли и сахара в воду, доводим ее до кипения и остужаем до комнатной температуры. Закладываем мясо в рассол так, чтобы вода полностью его закрывала. Чтобы наш карбонат равномерно и полностью просолился, ставим его в холодильник на 72 часа. После 72 часов сливаем рассол, промываем мясо под проточной холодной водой, просушиваем бумажными кухонными полотенцами и ставим на сушку не менее чем на 12 часов, а лучше на сутки. После сушки поверхность мяса заметно подсохнет. Далее мы берем обычную пищевую фольгу, щепу для копчения. Ее нам понадобится всего 12 грамм. Я использую щепу ольхи, так как она наиболее универсальная для копчения. Где купить щепу для копчения и другие принадлежности, а также более подробно процесс подготовки к копчению, вы можете посмотреть в другом моем ролике по ссылке вверху, где мы коптили с вами скумбрию горячего копчения. Укладываем щепу в фольгу, фольгу укладываем в кастрюлю и в верхнем слое фольги обычной зубочисткой делаем проколы. Ставим подставку, укладываем карбонат на подставку жирком вверх, ставим нашу кастрюлю на плиту на самую большую конфорку и включаем самый сильный нагрев. После того, как у вас появится первый дым, засекаем ровно одну минуту, после чего переставляем кастрюлю на самую маленькую конфорку и устанавливаем минимальный нагрев. По международным нормам мясо свинины считается безопасным при достижении температуры внутри 63 градусов. Это соответствует полной прожарке. Ровно через 70 минут с начала копчения температура внутри куска мяса у меня достигла 63 градусов. На 75 минуте температура достигла 65 градусов. Выключаем нагрев полностью, при этом крышку не открываем, даем продукту остыть вместе с кастрюлей еще в течение как минимум 30 минут. После выключения нагрева температура внутри куска мяса за 20 минут у меня поднялась еще на 5 градусов, до 70 градусов и только после этого начала снижаться. Вот такая у нас красота получилась. Наш карбонат мы сразу не едим, оставим его на проветривание не менее чем на 12 часов в прохладное место. За это время лишний дым выветрится, а наш продукт приобретет насыщенный и сбалансированный вкус. В результате вот такой ароматный, сочный, нежнейший, идеально сбалансированный по соли карбонат у нас получился. Ну очень вкусно!